Всем привет! Люди еще не научились понимать язык животных, поэтому некоторые их действия вызывают у нас много вопросов. Для чего собаки все время наклоняют голову и почему кошки издают такие странные звуки? Давай мы постараемся ответить и, возможно, ты станешь понимать своих питомцев намного лучше. Поехали! Почему кусаются коты? Вероятно, ты попадал в такую ситуацию. Гладишь любимого кота и тут он внезапно наносит смачный кусь. Не принимай это близко к сердцу. Твой приятель все еще любит тебя, просто он устал от чрезмерного внимания. Да, кошки общаются с помощью агрессии, так что укус это не только признак враждебности, но и вполне убедительный способ сказать нет. А еще желание покусаться может говорить об игривом настроении. Вот тебе подходящий пример. Такое поведение ну никак нельзя назвать угрожающим. Разумеется, котенок просто воспринимает руку как необычную игрушку. Зачем собаки гавкают на объятия? Взгляни на эту картину. Девушка хочет прижаться к парню, но кажется питбуль против всякой там романтики. Это довольно распространенное поведение. Четвероногие могут лаять, рычать и даже бросаться на хозяина, которого обнимает другой человек. Можно подумать, что они просто ревнуют, но на самом деле все немного сложнее. В мире собак нет поцелуев и прочих нежностей, поэтому они воспринимают близкий контакт как конфликт. А что делать, если в твоем доме кто-то дерется? Правильно, разнять их. Сам понимаешь, что ругать своего пса в таких случаях глупо. Он просто хочет мира во всем мире. Почему кошки замирают с открытым ртом? Из грациозных и гордых животных кошки за секунду умеют превращаться в крайне странных существ. Замечал, например, как они нелепо открывают рот и растерянно смотрят по сторонам? Что это? Какая-нибудь болезнь или, может быть, шок? Оказывается, таким образом они просто пробуют воздух на вкус. Во рту у кошек находятся дополнительные обонятельные рецепторы и приходится открывать его, чтобы лучше почувствовать некоторые запахи. И, конечно же, иногда такая особенность приводит к совсем уж комичным ситуациям. Для чего кошки роняют вещи? Чем тебе не угодил этот стакан, приятель? Неважно, что лежит на столе. Если у тебя есть кот, то он обязательно попытается скинуть это вниз. Животные делают это не из вредности. Они всего лишь хотят привлечь внимание или немного повеселиться. А иногда таким образом проявляется кошачий охотничий инстинкт. Чаще всего этим грешат молодые животные. Не забывай, в душе они все же дикие хищники. Почему попугаи скрипят клювом? То, что попугаи умеют издавать разные звуки, в общем-то, не новость. Но иногда эти ребята действительно способны удивить своим эммммпением. Скрипы, щелчки, постукивания. Все это больше напоминает какой-то сломанный старый механизм. Забавно, но ученые утверждают, попугаи делают так, когда они счастливы. А еще скрежет означает, что птица готовится ко сну. Этот парень настукивал бит и заснул прямо на руке у хозяина. Что ж, пожалуй, попугаи намного более общительные, чем некоторые из наших четвероногих друзей. Зачем кошки дарят подарки? Да, кошки очень любят приносить что-нибудь своим владельцам. Иногда подарком становится убитая мышь или птица, а иногда довольно странные предметы. Почему бы, например, не порадовать свою хозяйку носком? Кто знает, может, таким образом он отпускал ее на свободу. Чаще всего подобное поведение встречается у кошек-матерей. Они приносят добычу котятам, чтобы научить их охотиться. Но каким-то образом люди тоже попадают в эту цепочку. Еще подаренная вещь может быть любимой игрушкой вашего питомца. Нужно ли объяснять, что игнорировать такое подношение просто невежливо? Почему собаки ходят кругами? Об этой странности знают даже те, кто никогда не держал собаку. Перед тем, как лечь спать, животные всегда делают пару кругов по своей кровати. Ты удивишься, но это очень древняя традиция, а не обычный для собак приступ безумия. Раньше четвероногие жили на улице, и им приходилось спать под открытым небом. Да-да, никаких мягких диванов или удобных лежанок. Так вот, топтание по кругу перед сном помогало примять высокую траву и выгнать из-под себя змей и насекомых. Как видишь, ритуал сохранился и до наших дней. Инстинкты. Что поделаешь? Почему коты достают еду из миски на пол? Взгляни на эту кошку. Перед ней две красивые тарелки, а она все равно предпочитает обедать с пола. Ты уже догадался, что дело вовсе не в капризе, и коты делают это не просто так. Вероятнее всего, хозяину этого животного нужно заменить миски. Дело в том, что усы кошек очень чувствительны. Поэтому, когда тарелка слишком глубокая, они задевают ее края, и это сильно мешает им наслаждаться едой. Другая причина. Корм близко расположен к миске с водой, и котик вынужден есть подальше от нее. Вот уж кто по-настоящему привередлив в еде. Почему кролики стучат задними лапами? Кролики очень милые, но даже они иногда могут преподносить собственным хозяевам сюрпризы. Иногда эти создания без предупреждения начинают стучать задними лапами. Бум! Кому-то такие постукивания могут показаться забавными, но на самом деле кролику не до смеха. Скорее всего, он чем-то напуган и таким образом старается защититься от внешних угроз. Одно дело, если это реакция на другое животное, но если врагом стал сам хозяин, лучше оставить кролика в покое на некоторое время. Почему кролик высоко подпрыгивает? У наших ушастых друзей вообще довольно развитый язык тела. К примеру, кролики могут высоко подпрыгивать и немного поворачиваться в воздухе. Чаще всего это случается, когда их выпускают погулять. Здесь все просто. Животное счастливо и ему комфортно в новой обстановке. Мы тоже иногда хотим прыгать от радости, так что чувства кроликов нам понятны. Зачем застывают хомяки? Неужели хомяк умер? Если ты тоже так подумал, то этому маленькому актеру удалось тебя обхитрить. Хомяки и другие грызуны частенько притворяются мертвыми. Это защитный механизм, который помогает избежать агрессии хищников. Наверняка животное чего-то испугалось или встревожено, так что его просто нужно успокоить. А иногда они вообще буквально застывают на месте. Кто-то убегает, кто-то сам нападает на врага, а вот эти ребята просто замирают от страха. Может, это не лучший способ скрыться от опасности, но хомякам лучше знать, как действовать в подобных ситуациях. Умеют ли мурлыкать морские свинки? Думаешь, только кошки умеют мурлыкать от удовольствия? А как тебе вот эти морские свинки? Перед тобой неприродная аномалия. Пушистые грызуны действительно могут издавать мурлыкающие звуки, когда довольны. Достаточно немного почесать их, и ты добьешься нужного эффекта. И кто придумал назвать этих животных свиньями? Согласись, абсолютно никакого сходства. Почему собаки наклоняют голову? Осторожно, сейчас на экранах будет зашкаливающее количество милоты. Собаки действительно частенько наклоняют голову. Многие люди уверены, что так они пытаются лучше понять нашу речь или услышать какие-то знакомые слова. Иногда кажется, что они готовы свернуть голову, лишь бы хоть немного вникнуть в происходящее. Правда, некоторые ученые уверены, что наклон головы никак не связан со слухом. Просто четвероногие хотят получше рассмотреть своего собеседника. А может, собаки всего лишь хотят, чтобы их погладили? Для чего попугаем зеркала? Зачастую животное воспринимает свое отражение в зеркале, как другое существо. Яркий пример попугаи. Взгляни, как активно этот приятель болтает со своей точной копией. Кажется, ему очень понравился парень в зеркале. Попугаи – довольно общительные и социальные существа. Поэтому они могут ухаживать за своим отражением, танцевать с ним и даже кормить его. Признайся, иногда ты тоже так внимательно любуешься собой. Почему кошки издают странные звуки? Эти звуки трудно с чем-то спутать. Кто-то сходит с ума, катаясь по полу, а вот кошки выбрали немного другую стратегию. Если у тебя есть кот, ты знаешь, в чем тут дело. Просто за окном пролетает птица. А может быть, охотник заметил мышь, белку или другое мелкое животное, неважно. Почему-то инстинкты наших питомцев заставляют их смешно бубнить, выпучив глаза на потенциальную жертву. Поэтому не пугайся, если услышишь что-то подобное. Просто твой кот очень хочет кого-то поймать. Народ, не расходимся. Хотите сумасшедших историй из реальной жизни? Никаких серых будней. Только экшен. Только приключения. Погони и сражения. Признание в любви и неожиданные предательства. Не верите? Переходите по ссылке и убедитесь сами. Канал анимированных историй «Личный дневник». Все самое сокровенное тут. Не забывайте подписываться. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова